Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами сделаем 4 расклада, 4 варианта ответа. Камешки перед вами вы можете загадывать уже. Гость из будущего. Посмотрим сейчас для милых моих женщин, но также и для мужчин. Но все-таки больше я буду рассказывать для женщин, потому что женщин у меня подписчиц намного больше. И я, как от лица женщин, буду рассказывать для женщин. Гость на пороге. Или мужчина из будущего. То есть, какой мужчина к вам стремится, какой человек идет к вам. 4 варианта ответа. Посмотрите, хризопраз, зеленый у нас, аметист, камень, сердолик. И вот такой вот еще у нас камешек синий. Вот 4 варианта ответов. Мы с вами будем смотреть на одной колоде. Колода очень интересная, добрая колода. Это новая колода у меня. Называется всемирно известная колода добра и света. Калет Барон Рид. Видите, чудесная вообще такая плотная коробка. Очень издание хорошее. Я ее посмотрела и действительно поняла, да, эта колода очень-очень интересная. Я уже некоторые вещи проводила с этой колодой. Для себя смотрела, как мы будем общаться. На какой волне с этой колодой. Я поняла, что она действительно очень хорошо подходит для будущих предсказаний. Для хороших будущих предсказаний именно в любовной сфере. Что хочу сказать еще про это гадание. Конечно же, дорогие мои друзья, вы прекрасно понимаете, что есть люди, у которых есть какой-то определенный негатив. Порченные дела, кратники, родовые программы, некропривязки и, в общем-то, целая куча всяких прелестей. Естественно, это гадание нам вряд ли подойдет именно таким людям, у которых перекрыты все дороги, все пути. Это гадание предскажет людям, которые чистые и открыты этому миру. Которые ждут чудо, которые не просто ждут чудо, сидя дома, а делают какие-то определенные действия. Может быть, сидят на сайтах знакомств. Может быть, вот, кстати, насчет сайта, надо мне видео отдельное записать. Действительно, очень много там дураков сидят. И нужно будет отдельно на эту тему поговорить. Но, поверьте, у меня куча знакомых, которые именно на сайтах знакомств нашли свою судьбу. И, в общем-то, сейчас живут мирно и счастливо. И многие нарожали деток. И, в общем-то, все прекрасно. Да, сайт знакомств – это отдельная тема. И надо будет записать видео отдельно на эту тему. Но не только сайтами. Да, можно разнообразить свою жизнь. А также выходить на природу, выходить куда-то гулять, кормить птиц, животных, сидеть на лавочке. Ходить по каким-то концертным, может быть, мероприятиям. Может быть, картинным галереям. Или же еще посещать какие-то различные организации. В любом случае, что-то организовывают в любом городе. Конечно, большие города – это больше подходит для людей. Когда маленькие городочки или деревушки, естественно, с этим возникают проблемы. Но и в таких случаях, я считаю, все равно можно найти какие-то варианты. Да, ходить по другам в гости. И не только в своем маленьком городке или в деревушке. Можно также найти друзей, подруг через сайты различные. Общаться и также ездить в гости к своим подругам. Да, в какие-то города, в другие. И как возможность с кем-то познакомиться. То есть, смотрите, это не обязательно сидеть дома. Сидя дома, вы никогда никого не найдете. Но бывают чудеса, когда у вас там что-то, холодильник поломался. Пришел мастер чинить холодильник. Вы друг друга увидели, влюбились. Все. И все прекрасно. И тут еще, как говорится, можно вспомнить пословицу. Не было бы счастья, так несчастье помогло, когда холодильник, допустим, поломался. Да, но такое бывает крайне редко. Действительно, для того, чтобы найти своего суженого, обычно что-то надо предпринимать. Но не сидеть на попе ровно. Это тоже как факт. Поэтому гадание, конечно, я надеюсь, будет благоприятным. Потому что у меня очень добрая колода хорошая. Но, опять-таки, еще раз скажу, что, возможно, это гадание подойдет не всем. И мы сейчас с вами, давайте посмотрим на камешки. Но, кстати, знаете, я могу вам сказать, вы можете загадать на несколько камешков. Даже на все камешки. Каким образом? Вы можете загадать на определенный период. Допустим, первый период, в течение месяца, какой мужчина вас может ждать. Или полугодие. Или в течение второго месяца. Или третий, четвертый месяц. Вообще в разброс. Или какие-то декады. Или полугодия. Или года даже загадать на эти камешки. То есть, абсолютно так. Вы посмотрите, какой же мужчина, гость из будущего, идет к вам. Торопится. Давайте посмотрим. Мы с вами сейчас вот эти вот три камешка отодвигаем. И оставляем первый хрезопраз. И будем делать расклад на него. Вот что увижу, то и скажу вам про мужчину. Впрочем, как здесь и женщина, да, тут выходит. Посмотрите, какие позитивные, яркие, красочные карты, несущие свет, добро. Послушайте, ну вот смотрите, сколько здесь земных знаков. Королева земли, восьмерка земли, вестник земли. Знаете, такая женская колода. Видите, сколько здесь милых женщин. Как знаете, ангелы какие-то, которые будут сейчас с нами работать и подсказывать. Тут явно император. Вы видите? Мужчина, который хочет создать семью. Карта солнца. Сейчас у него никого нет. Абсолютно никого нет. Но он хочет создать семью. И четверка огня, это дом, это крыша над головой. Состоятельный мужчина со своим жильем. Со своим жильем. Карта звезды, это еще, знаете, не скоро. Может быть, знаете, месяца два хотя бы должно пройти. Или пару часов до рассвета. Вот что-то такое. Это, знаете, может быть, либо весна, раннее утро. Вот знаете, когда еще месяц на небе. Звезды на небе. Раннее утро. Но не поздняя ночь, это после 12 ночи. Мне вот почему-то идет 3-4 часа утра. Не знаю, почему-то такая информация. Либо это весна, ранняя весна, рано. Вот рано утром, ранняя такая весна идет. Знаете, стабильный человек. Стабильный. И если он вас встретит, он вас уже никогда не отпустит. А золотит, подарками задарит вас. Но в то же время он вас будет держать в дежурных рукавицах. Вот знаете, он будет в вас вкладываться, вам давать деньги, покупать вам все. Но это чтобы было вот его, он такой собственник. Если вы шаг влево, шаг вправо, все, считайте, вы его потеряете на веки вечные. С таким шутки плохо. Он видит все и знает все. Возможно, у него будет какая-то высокопоставленная должность. Ну и связи, конечно же, связи. Очень много связей, где он легко сможет о вас узнать, о каждом вашем шаге. Бороться за вас будет. Бороться. Прям вот влюбиться в вас. Увидит и влюбится. И знаете, мне кажется, даже он старше вас будет намного. Ну, на порядке прям вот хорошо намного. Десять лет как минимум. Потому что он вас полюбит за такую вот непорочность, чистоту, за такое вот какие-то открытые глаза, понимаете. Вы будете просто его слушать, ему это понравится. Ему надойдят люди, которые уже как потребительские к нему относятся. Возможно, у него уже прошлая жизнь была, которой им нужны были только деньги, деньги от него. Сейчас он не хочет этого. Но такой, знаете, человек будет ваши чувства проверять. Вот если он поймет действительно, что вы тот человек, которого он ищет, чистый, порядочный, светлый человечек, он будет много в вас денег вкладывать. Очень много, поверьте. Но вы должны быть преданы ему, только ему. И, знаете, вот всё равно мне идёт, знаете, конец зимы, начало весны. Конец зимы, начало весны. Встреча состоится. Вот почему-то так. Долгие, крепкие отношения показывают здесь. Однозначно. Он будет вами, вас боготворить просто. Оденет как куколку, просто как конфетку. Очень хочет семьи. Дом у него пустой стоит. Ему хозяйка нужна. Ему нужна хозяйка. Да. Очень работящий. Наверное, будет очень много времени проводить на работе. У него какое-то своё дело. Знаете, начинал как будто бы с ремесла. Вот ты как ремесленник что-то руками делал. Потом вот какое-то производство. Вот у него что-то. Поднялся человек на высокий уровень. Может быть, это начальник в какой-то организации. Начинал с самых низов. А может быть, знаете, бизнесмен, который начинал с нуля, с чего-то. И шагал, шагал, поднялся наверх, прям держит всё крепко, всё в своих руках. В общем-то, я считаю, что это положительный человек. Но вы должны быть тоже благоразумны. Быть ему надёжной опорой тылом. Не смотреть налево-направо, быть только с ним и при нём. Тогда и вам будет счастье. Хотя очень часто будет он на работе задерживаться. Никаких истерик, спокойствия, только спокойствие, полное доверие. Вот здесь должна быть мудрость. Если вы будете мудрой, поверьте, вам очень сильно повезёт с этим мужчиной. Так, давайте сейчас мы с вами посмотрим вариант номер два. Кто загадал на аметист. Что тут? Что тут? Так, что у нас тут? Вот. Так. 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 Значит, что можно сказать об этом человеке? Человек приезжий или приедет в командировку к вам, да, или издалека, или вы куда-то поедете, его встретите. То есть человек не из вашего района или из региона, куда-то или вы отправитесь, или он приедет. Но вот карта колесницы именно показывает расстояние, откуда-то человек. Также человек стабильный, материально обеспеченный. И это, знаете, как снег на голову вам вывалится, вот паш воздуха, знаете, это может быть при каких-то конфликтных даже ситуациях вы с этим человеком познакомитесь. Ну, мало ли, может быть, вы будете какой-то спорный вопрос решать, хотите ходить по каким-то инстанциям или ездить, да, в надежде найти правду, и вы встретите этого человека. Вот здесь, знаете, будет действительно пословица работать, не было бы счастья, так несчастье помогло. Однозначно, вот такое вот идет информация. Семья, десятка воды, он семью хочет очень сильно, уже разуверился во всех. Или, знаете, можно сказать, он ищет по странам, да, по свету ищет свою вторую половинку, найдет. Очень подвержен влиянию матери, вот это вот запомните. Очень любит свою мать, очень ищет похожую на мать. Вот кто хочет с этим человеком связать свою жизнь, однозначно ищите дорожки, пути дорожки к его матери. Подружитесь с матерью, будете счастливы с этим мужчиной. Человек, я знаете, скажу вам, все-таки мне идет информация, он молодой. Молодой и не то, что в самом начале своего пути, а уже достиг определенных высот. Ну вот почему-то мне идет 30 лет плюс-минус. Вот плюс-минус или так выглядит. Вот у него очень много энергии, знаете, вот очень много. Может быть, он намного старше, но он душой такой, знаете, молодой. Вот молодой и рвения очень много. У него много идей в голове, много мыслей. И знаете, вот дама еще идет, вот если кто смотрит Королева воды, очень для многих женщин, кто сейчас меня смотрит, это Скорпионы, Рыбы и Раки, да? Вот для них почему-то, мне кажется, вот прям больше для них идет. Вы такая спокойная, уверенная, уже взрослая женщина, моложе вас идет, вам жених, вот моложе. Пусть на несколько лет, но моложе. И вы будете это с радостью воспринимать. Вы такая мудрая. Может быть, он вас и постарше выбирает, потому что он все-таки вот как-то мама, мама. Вот у него на первом месте идет женщина, мать. Он вас будет слушать, он вам заглядывать в рот будет. Но это несмотря на то, что он, как знаете, на мамочку еще будет на вас смотреть. Естественно, он будет проявлять все свои мужские качества и зарабатывать деньги в дом. Небольшие пока что вижу деньги. Возможно, вот то, что он в начале пути, да? Но это стабильный человек. Ему можно верить и ему можно рассчитывать на него. То есть вот все, что вы попросите, ну, например, даже если вы направите его по какой-то работе, да, вот в какое-то русло, определенное задание дадите ему, сделать то, сделать это. Он все сделает для вас. Все абсолютно. Он будет вами благотворить. С машиной. Человек, конечно, с машиной. Естественно. Человек с машиной. Знаете, вот он может быть с машиной, но имущество все на мать написано, переписано. Возможно, имущество и есть, но на матери написано. Вот такая вот информация идет. Вам нужно будет еще здесь отстаивать свою точку зрения, свои пропа. Знаете, нужно будет влиться в эту семью по-хитрому, по-мудрому. А потом так вы подниметесь и поставите себя. Все будут знать, кто в доме хозяин. Вы себя поставите, поднимите на этот уровень. Вас знаете, как мудрую женщину, и мать полюбит его. И он вами будет восхищаться, боготворить. Вы такая, вы знаете, хитрая, умная женщина, которая стремится к тому, чтобы статус поменять. И вы добьетесь. Здесь однозначная семья. Вы знаете, вольетесь в эту семью и в то же время раз и приподнимитесь сразу наверх. Покажите, что вы главная. Вы хозяйка положения. И все должны вас слушать. И вас будут все слушать. И любите почитать и мужчину, которого вы выбрали, и его мать. Она будет просто рада, что вы будете рядом с ним. Вот так, да. Нежные чувства испытывает. Все для вас будет говорить, делать. Знаете, вот вокруг вас просто такая сказочная картинка рисуется. Мужчина будет говорить разные приятные вещи, помогать вам во всем. Вот знаете, вы будете как одно целое. Вот как вы захотите, здесь хозяйка положения женщина. Как вы захотите, так и будет. Но мужчина к вам прям прилипнет очень сильно. Не захочет даже от вас на шаг уходить. Когда это может быть? Вы знаете, тут тёплое время идёт. Тёплое время. Тёплое время года. Это может быть лето, осень, тепло. Это может быть какой-то курорт. Море. Где вода? Где много воды? Ночное время. Ночное время. Или вот до 12-12 часов. Когда вот начинает смеркаться вечер, ночь. 6, 7, 8, 9, 10, да, 11, 12 часов. Вот как-то так поздний вечер. Ночь. Романтика. Вот какие-то такие волнения. Вот что-то такое романтичное, тёплое. Но это, скорее всего, или вы поедете, может быть, к морю. Да, и он, может быть, туда же поедет. Вы там встретитесь. Вот, может быть, даже и курортный роман обернутся во что-то серьёзное. Или всё-таки вы живёте около где-то моря или около большой воды. Вот здесь почему-то идёт большая вода. Или он около большой. Ну, вот даже я живу в Санкт-Петербурге, да, может быть, вот как что-то такое. Не обязательно это курорт такой тёплый. Это может быть большая вода, именно город с большой водой. Ну, где-то вы вот пересечётесь. Там, где много воды, показывают. Тёплое время, тёплое время. Тёплое. И ещё, знаете, вот поэтому, вот, может быть, почему-то мне идёт, хоть я и говорю, гости с будущего, а почему-то информация показывает ещё. Может быть, вы когда-то мимолетно с этим мужчиной уже встречались? Что-то пошло не так, или вы там, ну, встретились и разошлись? А сейчас с удвоенной силой, там, с утроенной силой вас как-то жизнь опять сводит, и у вас начинается романтика. Всё, браком закончится. Десятка воды – это семейная карта. Это семья, создание семьи. Благоприятный исход. Так, давайте посмотрим теперь камень номер три, сердолик. Все, кто загадал на третий номер, давайте посмотрим, что у нас тут. Вот, вот. Всё,aratой в ней. Сейчас посмотрю и буду вам Рассказывать, что я вижу Здесь Видите, терпение или Умеренность, такая карта Сразу вышла За ваше Долгое терпение За долгий, длительный промежуток Того, чтобы вы были Одна или один Но здесь больше почему-то показывают Королеву земли Это телец, козерог Дева Хотя это может быть Асцендент Смотрите Долго вы терпели, долго одна Были Работали Над своими неудачами Были у вас какие-то проблемы С недвижимостью Либо недостроенный дом Или ремонт не сделанный Либо же у вас не было жилья Там, где вы жили Или это съемная, какое-то не очень хорошее Какие-то проблемы с жильем Вы знаете, все как будто бы разом на вас обрушилось И одиночество, и проблемы с жильем Все закончилось это время Все Скоро все случится Весник огня Это быстрые какие-то ситуации Что-то быстро случится Очень мгновенно Вы видите, что двойка Двойка воды Двойка чашли Две рыбки Влюбленность Вот такая, знаете, вспышка Раз И появляется Появляются новые романтические отношения Вот неоткуда Вот как что-то Раз Вот просто Неоткуда появляется Так Знаете, тут проблема состояла в вас в том Чтобы вы защищали Знаете, такое впечатление Чтобы вы как уединялись Или добровольно уходили И все время говорили Да нет Что, у меня ничего не получается Наверное, уже и не получится А оно раз Вот и раз И что-то получится Мужчина Неоткуда Причем мужчина С деньгами придет С финансами И, знаете Как будто бы Такое впечатление Что мужчина Был занят Да Я не говорю Что вы там отбили Мужчина Мужчина в процессе Развода Или разводится Или развелся И там какая-то дележка Имущество Тоже Вот какие-то проблемы Но это того стоит Он с деньгами Он с финансами Вы с ним будете ездить Он все будет оплачивать Оденет вас А будет Все вам даст Финансы Купит вам Может быть даже и квартиру купит Или вместе купите Вместе жить будете И финансы вместе Пойдет у вас Такое какое-то Содружество Получается Знаете Романтическое отношение Влюбленности Возможно Какой-то Бизнес Общий Работа Общее Общее дело Показывают Будет Когда это случится Сейчас я посмотрю Ну это глубокая осень Осень Это осень Да Осень ближе к зиме Вот переход Осень-зима Знаете Когда вы уже все Перестанете чувствовать Уже всю эту ситуацию Перестанете верить Что это случится И оно знаете Как ворвется В вашу жизнь Ворвется Стремительно Неожиданно И помять С ног на голову Все поступит Скоро ждите Скоро Все скоро случится Очень скоро Вот показывает Эта карта Но скоро Я вижу Может быть Это как Конец осени Начало зимы Да Или может быть Это Такой переход Полдника К вечеру Вот полдник К вечеру Когда Сумерки Вот солнце Прячется И Вечер наступает И земля Начинает остывать Вот что-то такое Вдруг раз Вот это тепло Вспышка Яркий момент И появляется он Мужчина с финансами С деньгами Но у него Какие-то еще Нерешенные вопросы Вместе будете Решать эти вопросы Вместе решите И все у вас Будет хорошо Четвертый Камешек Азурит Синий камень Посмотрим Что здесь У вас Так 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 Ну смотрите Опять показывают награды за терпение За долгие ожидания вам Придет мужчина Ой, вообще просто смотрите Полесница всегда мужчина с машиной Или знаете, из другого региона, из другого города Или в поездке вы его встретите Но больше мне почему-то идет он Знаете, вот еще смотрите, карта переезда в перемещении Вот как будто бы он приезжал к вам в командировке или куда-то И решил вот переехать, да Переехать, поменять свое место жительства Либо вас заберет, и вы переедете к нему Вот он ездил, вас увидел, да, допустим, по командировкам И вас забирает Но здесь какой-то переезд, перемещение Либо он к вам приедет, либо вы к нему Это не в вашем даже, мне кажется, городе Это или другой город, или другая страна Что-то такое вот идет информация Ну, может быть, да, для кого-то это будет другая соседняя улица Вполне, да Но все-таки здесь больше показаны глобальные перемещения Очень долго вы ждали, очень долго Карта солнца, семью хочет, семью не хочет И знаете, самое интересное Вот если сейчас у вас немало денег, немного вы зарабатываете, да В союзе с этим мужчиной у вас много денег пойдет Прям вот, прям пойдет Вот еще пятерка земли, знаете, это остается в прошлом Финанс, точно недостаток финансов у вас был Какая-то прям на краю бедности, что ли вы Или стоите, или стояли, что-то было А вот мужчина как спасательный круг И причем не то, что он будет там вас одаривать Да, он будет вам делать подарки Но при нем вы расцветете как личность И вы сможете заработать очень много Может быть, действительно, вы переедете в другое место, да Где вы устроитесь хорошо на работу Или что денег у вас будет достаточное количество Вы себя почувствуете женщиной При этом мужчине То есть вы будете желанной, любимой И плюс еще у вас требованы в работе, финансовая сфера Солнце, точно, это семья Это создание семьи, это счастье Такое счастье будет за ваше терпение За ваши какие-то страдания, может быть Человек очень достойный, приезжий Я же еще раз повторяю, да Когда это может случиться? Так, когда это может случиться? Смотрим Не знаю, вот мне идет ясный, жаркий день И в то же время зима Вот понимаете Это что-то такое яркое, жаркое И тут же зима показывают карты Либо действительно зимний, яркий, солнечный день Либо этот человек из жарких каких-то теплых стран Или краев Или вы поедете в жар Ну какой-то, вот рядом с ним прям жар Какое-то тепло Может быть он действительно там с южных каких-то стран Но это зимнее время Вот как ни верти, здесь зима Зима, но яркая, светлая Или это вот прям день, 12 часов дня Вот знаете, будет прям когда день Прям все солнцем, солнцем залито Все тепло такое Или необыкновенно теплая зима Почему-то показывают Или может действительно вы поедете в какие-то жаркие страны Вы встретите этого человека, да Но что-то теплое, жаркое Хотя вот время зимнее Человек достойный Будет вас любить На руках носите Вот оно создание семьи будет А бедность уходите И уходите от бедности Уезжайте от этого Долго вы, очень долго ждали Дождетесь Будет вам счастье Вот такие вот 4 гадания были сегодня Дорогие мои друзья В общем-то еще раз повторюсь Они могли быть как для женщин, так и для мужчин Только каждый подстраивает под себя эту ситуацию Надеюсь, они вам понравились И были полезны Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу Ну и конечно же предлагайте мне свои какие-то темы для гадания Более интересные Я конечно же сделаю обязательно у себя на канале Кто хочет ко мне обратиться За личной помощью За личным раскладом В описании к этому видео вы найдете переход на ссылочку Нажимаете веб-сайт мой Там все оказания услуг Обязательно перейдите Посмотрите, это очень красивый сказочный сайт Который сделала мне в подарок моя подруга Вам он очень понравится А также в описании к этому видео вы найдете вайбер, ватсап, телеграм Куда можно написать смс И я очень скоро вам отвечу Звонить не нужно Пишите смс Потому что каждое видео я говорю Не нужно звонить И все равно мне звонят И в субботу, и в воскресенье, и вечером, и ночью Но поверьте Кроме того, что я буду ругаться в этот момент И ничего, никакой информации я вам не дам Когда вы мне будете звонить Вы больше ничего от меня не услышите Кроме как негативной реакции Поэтому, если вы хотите положительные эмоции услышать от меня Пожалуйста, пишите смс Я очень скоро отвечаю Вы оплачиваете Вы ссылаете фоточек И мы с вами начинаем работать Не нужно мне писать А давайте мы все равно сначала созвонимся А давайте я сначала расскажу вам свою историю Не нужно Я не слушаю ничьи истории У меня нет для этого просто времени Записывайтесь на прием И я выслушиваю ваши истории Только так, не иначе Иначе не получится И это я говорю постоянно Я вас всех очень люблю, дорогие мои друзья Люблю бесконечно Люблю и благодарю вас за то, что вы есть За то, что вы есть За то, что вы подписываетесь на канал Что вы пишете прекрасные комментарии За то, что этот канал востребован Люблю и благодарю вас Желаю вам всем без исключения Здоровья, счастья Финансового благополучия Огромной неземной любви Взаимной любви И всего самого наилучшего в мире Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok